Здесь вот на данный момент очень много лет до вас и до предыдущего министра у нас, честно скажу, вот эта политика, она буксовала. Ну, копейки там денег было. Что откровенно говорить. Сегодня в народном хурале Бурятии рассматривали повестку предстоящей сессии. Заслушали и доклад нового министра спорта и молодежной политики. И если со спортом все более-менее понятно, то вот с молодежной политикой нужно разбираться детально, считают народные избранники. Что не делается не так в нашей политике? Почему они уезжают? Мы приняли закон, и все дружники остались из публики, стали работать на экономике? Нет, не так. Масса все больше и больше уезжает. Значит, что-то здесь не так. Может, в том числе и в законе молодежной политики не так. Может, через закон как-то постараться удержать людей, население молодежи, дать уверенность ей в городе. Министр связывает отток молодежи с общей экономической обстановкой в регионе. Меры предпринимать готов. Главное, чтобы инициативы были услышаны. Тем более, что ребята стали гораздо активнее включаться в работу. Например, в этом году наша команда юно-армейцев заняла первое место во всероссийской военно-спортивной игре «Победа». Для нас мы ставим одну из главных целей, ну и тоже самое верное, о чем говорил Ильич Эдуардович, по развитию науки в молодежной среде в частности. То есть, и по всем этим направлениям, конечно же, работа нужна и важна. И наша задача, я так вижу, на сегодняшний день, это быть понятными и доступными для молодежи, чтобы молодежи, ну, чтобы с ними говорить на одном языке, чтобы они могли нас понять и услышать, чтобы им это было интересно. Вопрос об исполнении закона о государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Бурятии будет более детально рассмотрен на сессии республиканского парламента 14 декабря. Юлия Пермякова, Сергей Медведев, Новости дня.